Сегодня президент подписал постановление о мерах по реализации проекта по организации в Республике Узбекистан производства легких коммерческих автомобилей Volkswagen. Документ принят в целях дальнейшего устойчивого развития автомобильной промышленности Республики Узбекистан на основе интеграции с ведущими мировыми автопроизводителями, расширения номенклатуры выпускаемой автомобильной продукции за счет организации производства и поставки легковых и легких коммерческих автомобилей, обеспечение роста объемов их продаж на внутреннем и внешнем рынках. Детали документа раскроют комментарии программы. Напомним, что на сегодняшний день в Узбекистане производится вся линейка транспортных средств. Легковые автомобили, автобусы, грузовая спецтехника. Тем не менее, анализ структуры импорта показал, что в 2019 году в Республику введено 18 тысяч единиц легких коммерческих автомобилей на 132 миллиона долларов. Они, как известно, являются хорошим подспорьем для бизнеса, особенно для сферы туризма, междугородних перевозок. К тому же они используются многими службами, такими как телевидение, скорая помощь, инкассация и другими. 2 марта этого года между акционерным обществом Узавтосануат и обществом с ограниченной ответственностью Volkswagen Group Rus была достигнута договоренность о поэтапном участии компании Volkswagen в инвестиционном проекте «Организация в Узбекистане производства легких коммерческих автомобилей на базе общества с ограниченной ответственностью Джизакский автомобильный завод в свободной экономической зоне Джизак». В соответствии с постановлением президента о мерах по реализации проекта по организации в Республике Узбекистан «Производство легких коммерческих автомобилей Volkswagen» планируется воплотить в жизнь задуманное в два этапа. «Что самое главное для инвестора – это инвестиционный климат. Нашим президентам предусмотрено, что при реализации данного инвестиционного проекта это предоставляет инвестору гарантию о том, что данный инвестор имеет полностью все возможности углублять локализацию, развивать экспортные рынки». Итак, на первом этапе в 2020-2021 годах будет производиться импорт готовых авто. Создание дилерской и сервисной сети в Ташкенте, Фергане и Джизаке. Работники Джизакского автозавода пройдут соответствующее обучение по крупноузловой сборке и контролю качества. Затем будет непосредственно организована крупноблочная сборка, в ходе которой специалисты немецкого концерна будут проводить аудит качества на соответствие оригинального производителя. Возможности рынка оценят KPI – известный индикатор результативности. «Основным критерием первого этапа сотрудничества между АОЗов, Цонот и Фольксваген является обучение сотрудников производственного персонала и поставка комплектующих деталей для сборки. И самое основное – это создание профессиональной дилерской сети «Фольксваген», полностью отвечающей требованиям «Фольксвагена», начиная с CI-элементов, его оснащения и метод реализации дилерских сетей в Республике Узбекистан. Что это нам дает? Это автоматизация полностью дилерской сети. Уже народу не надо ходить дилером, это можно в системе, которая создана совместно с «Фольксвагеном», заказывать машины, которые будут в свою очередь поставляться своевременно». И уже после определения реальных потребностей рынка, создание по всей Республике сети автозаправочных санкций с наличием топлива «Евро-5» в срок до ноября 2021 года заинтересованным министерством и ведомством поручается разработать, согласовать и заключить инвестиционное соглашение по переходу ко второму этапу реализации проекта, предусматривающему следующие мероприятия. Организация полного цикла производства. Внесение инвестиций в размере не менее 30% от существующих активов предприятия. Определение эксклюзивных прав по внешним рынкам сбыта. Со второго этапа подразумевается это совместное предприятие между «Фольксвагеном» и «Аузов Цонот» и полный цикл производства, который включает процессы сварки, окраски, сборки, более того, расширение дилерской сети в каждом регионе Узбекистана. Плюс к этому самое главное внимание, то, что обращает «Фольксваген», это развитие сервисной сети. Первое, что делает «Фольксваген», это развитие сервиса, где есть уникальные возможности в плане продаж и сервиса. Так как машины, которые будут продаваться со стороны «ЗАГС» в автомобильные заводы, будут предлагаться гарантии от двух до трех лет без ограничения пробега. Таким образом, проектам предусмотрено финансирование в пределах суммы, утвержденной ранее под производство транспортных средств под брендом «Пежо» на сумму более 133 миллионов евро. Но с учетом корректировки расходов в технико-экономическом обосновании, требования к приобретаемым оснасткам будут изменены под бренд «Фольксваген». Специалисты говорят и о том, что возможны и корректировки по размещению технологического оборудования.